Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всё, Джекоплей, и мы с вами продолжаем играть в нашу The Sims 4 династию Абрамсен. У нас, смотрите, Грета спит, вонюкает, нужно уже менять пелёнки. Вот она и проснулась! Начался крик! Вот такая у нас, смотрите, комната получилась. Я её уже подготовил для Тоддлера, но решил, как бы, поставить пока что сюда коляску, потому что это будет логично. Вот. Ну, даже не коляску, а кроватку такую маленькую. Ты чё там делаешь? А, она у нас купается в ванной. Ой, какая у нас ванна грязная-то. Господи! Нужно будет, чтобы она быстро искупалась. Так. И потом будешь заниматься ребёночком, потому что ребёночек кричит в пелёнке. Покормить с бутылочки. Мне дали совет, чтобы я не кормил грудью, а то она вырастет, будет, короче, толстой. Окей, я вас понял, грудью кормить мы не будем, мы будем кормить с бутылочки. Также я добавил горшочек маленький, когда у нас уже вырастет Грета, она сможет на него ходить. И поставил вот такую вот ванну. Я думаю, что уже со временем мы сможем купать там нашего Тоддлера. Бакстер чё-то бегает, всё, ищет, ищет. Ты чё там искупалась? Да, ты уже искупалась, поэтому иди, успокаивай. Ой, смотрите, Бакстер пришёл. Он не понимает, что происходит. Да? Представляешь? У нас теперь есть крики в доме, у нас теперь появился ребёнок. Бакстер, конечно, знаете, типа, тоже нам уделяет внимание, то есть не нам, а ребёнку. Всё? Успокоилась? Всё, не кричи. Ой, всё. Вот теперь она успокоена. Да, да, покушай ещё. И не плачь, пожалуйста, всё будет хорошо. А у нас в комментариях разделились на два фронта. Кто-то хочет, чтобы мы отмечали праздник на каком-то общественном участке, а кто-то хочет, чтобы мы отмечали его дома. Я думаю, что проще будет, наверное, дома. В плане того, что, ну, у нас всё-таки маленькая Грета, и тут родители просто разворачиваются и уходят, а она, типа, будет отправляться в детский сад, такие, типа, мы пошли отвечать на день рождения. Но это будет очень странно, поэтому я хочу, чтобы мы отметили его именно дома. А ты у нас тем временем пойдёшь и что-нибудь перекусишь, потому что ты у нас уже очень проголодалась. У нас тут есть бутерброды с БЛТ, с вегетарианским, что-то там. А, то есть, подождите, она то же самое взяла, что ли? Что-то я не понял. Ну, ладно, не суть. Также вы мне просили, чтобы я размножал лягушек и отправлял их, как бы, то есть нашему Юджину, и тем самым я смогу спокойно размножать и у Юджина, и у Асуны лягушек, чтобы вот это вот вечно их не перекидывать. Мне кажется, так будет реально проще. Ещё нужно будет наполнить потом миску, а то наш Бакстер опять голодный, наверное, не знаю, как там наш Бакстер. Юджин должен приступить к работе через час. Юджин, ты серьёзно? Уже через час к работе? Офигеть, это очень хреново. Что-то опять раскричалось. Что такое? Что такое? Иди поваркуй, побаюкай её немножечко и возьми, покачай её. Всё-таки твой ребёнок тоже. Что-то там искупался, да? Он ещё не искупался. У нас уже час дня, офигеть. Так как у нас быстро летит время. И нужно ещё за садом ухаживать. Блин, поскорей бы поливалка пришла. Ей-богу, я уже не могу. Бакстер, я понимаю, что ты хочешь тоже внимания. Ты хочешь, чтобы с тобой погуляли, поиграли. Но у Юджина работа. У него всё, началась та рутина, о которой все знают, когда рождается ребёнок. А ты у нас давай уберёшь тарелочку и помоешь. Я думаю, что Юджин, когда вернётся с работы, наша Асуна приготовит вкусный, просто вкуснейший торт. И мы отметим недорождение с нашим Юджином. Я думаю, что будем вдвоём. Я не хочу, чтобы кто-то ещё был. Поэтому такое у нас будет торжество семейное, скажем так. О, всё, пошёл, пошёл. Ну неужели? Уже скоро на работу отправляться, и он решил за ребёнком посмотреть. А ты не гавкай. Бакстер, успокойся. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Папаша не знает, как обращаться с ребёнком. Такой, типа, не кричи, не кричи. Всё будет хорошо. Всё, пожалуйста, только не кричи. А, она опять грязная стала. Господи. Чё, что ты грязнишься-то быстро? Ё-моё. Нужно будет, чтобы потом Асуна у нас поменяла пелёнки. Но сейчас у нас Юджин там доваркует с нашей Гретой. Отправится на работу. И потом Асуна уже поменяет пелёнки. И будем, наверное, рисовать с вами картины. Потому что надо. Нужно зарабатывать деньги. А Асуна у нас, как бы, творческая личность, которая может это сделать. Всё. Он отправится на работу. А мы будем менять пелёнки. Поменяем пелёнки и покормим. Хотя кормить, мне кажется, ещё рано. Ещё рано, потому что мы её и так недавно кормили. Лучше пусть поменять пелёнки. Да. И потом полоскает её немножечко и поговорит с ней. Всё. Всё. И сразу улыбка. Сразу мы хорошие, радостные. Всё хорошо, всё прекрасно у нас. Ой. Ой. Ну, мне комната очень понравилась. Она такая, знаете, жёлтенькая. Я ещё всяких тут наклеек сделал. И смотрится довольно-таки интересно. И так, знаете, по-детскому, что ли. Вот. Надеюсь, вам тоже она понравилась. Грета и Асуна теперь хорошие друзья. Ну, ещё бы, ещё бы. Давайте, наверное, возьмёшься, берёшь весь урожай. Давай собрать весь урожай. И повешай растения. Я думаю, не так уж и страшно, если Асуна тоже будет немножечко уделять внимание саду. Потому что всё-таки у нас Юджин всегда на работе. А сад запускать тоже не стоит. Так как это наши деньги, это наши сбережения. Поэтому, как-то так. Ещё был комментарий под первой серией от новой подписчицы. Огромное спасибо тебе за то, что ты мне посоветовала классную тему. Вот, например, у нас есть дерево, которое проживает всю жизнь с нашим Юджином. И она предложила, чтобы мы с каждым основателем династии оставляли в этом доме, то есть на этом участке, какую-то вещь. Чтобы она ассоциировалась с определённым персонажем. Мне кажется, это будет очень интересная тема. Как вам такая тема? Напишите в комментариях. Мне кажется, это будет реально очень классно. Поэтому дерево у нас уже есть. И что-нибудь от нашей Греты тоже у нас останется. Ну, пока что я не знаю, что. Ну, в дальнейшем мы узнаем. А мы тем временем нарисуем какую-нибудь картину. Говорили, что средней картины намного дешевле. Поэтому давайте нарисуем среднюю абстрактную картину. Погуляем с Бакстером. Потому что Бакстер тоже хочет внимания. Хочет играть. Хочет общения. И нужно не забывать о нашей собаке. А то собака потом возьмёт и сбежит ещё. Мало ли. Я не хочу этого, чтобы она сбегала. И нужно будет ещё взять и почистить нашу ванну. Это, конечно, надо по-любому сделать. И мы, наверное, поставим радиостанцию сюда. И пусть она тем временем, когда рисует, будет ещё слушать музыку. Что-то лёгкую музыку. Пусть наслаждается. Слушает такую прелестную мелодию. И всё у неё будет шикарно. Чё-то там саду-то насобирала. Десять того, четыре, один. Ну, короче, у нас в саду не так уж и много всего, что мы могли насобирать. Но зато что-то есть. И это хорошо. Да. Конечно, не так уж и густо, как хотелось бы. Но всё же. А, точно. Нужно же повесить свидетельство о рождении нашей Греты. Повесим его пока сюда. А потом в дальнейшем всё, что я как-нибудь поменяю. Всё, Грета уснула. Слава богу. Слава богу. А то малыши в Синс-4 кричат просто ужасно. Вот серьёзно ужасно. Аж просто слух режет, когда они кричат. Не знаю, у вас такое бывает? Вы хотите их прибить? У меня бывает такое. Но скоро, скоро это всё прекратится, потому что она вырастет и станет Тоддлером. А Тоддлеры уже не так сильно капризничают, как малыши. И это хорошо. Поскорее бы это случилось, потому что мне уже не терпится. О, Бакстер уже, как всегда, как всегда, преданно наш Бакстер уже лежит рядом с нами. И ждёт тогда, когда наша Асуна дорисует картину. Блин, я думал, что она будет слушать музыку, а она у нас её не слушает. Ну ладно. Ой, мы поём, Бакстер воет, поёт, тараля. Ого, сука, действуй. Офигеть. Позволит себя лизнуть. А, она не дала это сделать. Ну ладно. Очень вдохновительная личность. Вдохновлённая, вдохновительная. Надо же было так сказать. Сейчас она нас вымоет ванну. Потом мы продадим коллекционеру эту картину. Надеюсь, мы получим хорошие деньги. И нужно будет взять и выкулить нашего Бакстера. Давайте уход за питомцем, отправиться на прогулку. Возьмём, взём короткую, потому что у нас уже 5 часов вечера. Нужно уже тем временем делать торт. То есть, испечь его. Я думаю, мы испекём вкусный, хороший торт. И потом порадуем нашего Юджина. Юджин, как там у него сейчас с взрослением? У него остался один день до взросления. Я думаю, что не так уж и страшно, если он вырастет именно сейчас. Потому что я хочу сегодня сделать праздничную серию. Такую, знаете, чтобы мы отметили день рождения его. Чтобы было всё хорошо. И Крета у нас до сих пор спит. Слава богу. Она ещё трясётся, когда спит. Смотрите. А что там, кстати, у неё за игрушка висит? Смотрите. Это у нас что-то? Какая-то игрушечка. Какой-то кролик или... А, это слоник. Кролик, блин. Слоник это. О, 572. За сколько мы продали картину? Что-то я не заметил. Наверное, за 150, скорее всего. Где-то так. Идите прогуляйтесь немножечко. Пока нашего Юджина нету. И потом пойдёшь уже готовить торт. Что там у нас есть? Готовить. И будем торт. У нас есть шоколадный, бисквитный торт-гамбургер. Я думаю, что приготовим шоколадный. Чоколадный тортик. Я шоколадный заяц. Я ласковый мертвец. Я сладкий на все сто. О-о-о. Что-то меня попёрло немножечко на пение. Ну ладно, не суть. Сейчас она немножко прогуляется с Тим. Я могу взять перемотку, чтобы это было быстрее. Быстрее, чтобы мы долго этого не ждали. Чтобы наша собакена себя хорошо почувствовала. И потом не каприсничала, когда с ней долго не гуляют. О, у нас Гретта проснулась. Всё. Можете возвращаться домой. А, кстати, где они у нас? А, они нас недалеко ушли. Ой, ты хочешь у нас туалет. Да, я так понимаю. Да, она хочет туалет. Ну ладно, я думаю, она потерпит. Ещё есть терпение? Да, у неё ещё есть терпение. Слава богу. Она у нас приготовит торт. И потом уже отправится в туалет. Я думаю, не так уж и страшно. Если она немножечко потерпит. Поэтому, Асуна, дерзай. Бегом, беги домой. Готовь. О, Бакстер уже, смотрите. Уже тут. А ты так долго идёшь, пипец. А, потому что она в туалет хочет. Ладно, пусть она сходит уже в туалет. Не будем её турзучить. Не будем её дёргать. Пусть уже сходит спокойно. И потом уже приготовит торт. Зато у нас Бакстер уже быстренько прибежал. У тебя миска полная. Это хорошо. Ты чистый. С тобой ничего не нужно делать. И это славно. Потому что, когда чем больше персонажей появляется в доме, тем немножечко уже сложнее их контролировать. Вот. Ну, слава богу, когда у нас Юджин работает, поделиться всем своим вниманием с нашей Асной. Потому что она у нас только управляемый персонаж. Как бы, Бакстером мы можем управлять с помощью мода. Но я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы питомцы были сами по себе. Так как это было запрограммировано в Sims 4. И мне кажется, это логично, что именно так это всё сделано. Всё. Готовим, готовим мы. Давайте сделаем фото. Ммм. Какой прекрасный. Тесто. Прекрасное тесто. Наливаем ещё какого-нибудь там, не знаю, ванилинчика. Чтобы у нас тесто пахло ещё вкуснее. И сейчас мы будем его запекать. А, ты решил покушать, да? Ой, вы слышите? Вы слышите эти крики? Вы слышите эти вои о помощи от нашей Гретты? Опять что ты боишься? Чего ж ты боишься-то печки? Что ж с тобой не так, Бакстер? Успокойся. Всё нормально. Она даже не работает. Она даже никак не гудит. Всё. Клади на стол. Отлично. А теперь бегом иди к Гретте. Гретта, помять пелёнки. Нужно будет её покормить с бутылочки. Потому что, я так понимаю, она уже голодная. Уже сколько времени прошло. Поворкуем. И немножко побаюкаем её. Немножко побаюкаем. И сейчас у нас уже вернётся с работы наш Юджин. И будем отмечать торжество. Небольшой праздник. А, мы можем точно размножать лягушек. Как раз нужно будет сейчас размножить. И одну лягушку отправить нашему Юджину. Всё, Юджин вернулся с работы. Выбрать специализацию для Юджина Абрамсон. Да, мы повысились. Отлично. Культурист и профессиональный спортсмен. Мне кажется, что будет логично, если он будет профессиональным спортсменом. Всё-таки культурист. Это мы занимаемся дома. То есть, мы на тасуке там бегаем. Там, не знаю, бьём груши и так далее. А вот, чтобы он на работе был спортсменом. Вы любите спорт? У вас есть амбиции и природный талант соревноваться? И быть среди лучших? Хотите зарабатывать на жизнь, играя в игру, которую любили в детстве? Тогда карьера профессионального спортсмена для вас. Станьте спортсменом и развлекайте публику своими атлетическими способностями. 51 символион в час. А тут сколько? 47. Вот, видите, это даже намного лучше. Поэтому будем спортсменом. Та-дан-тан! Всё, повышение. Мы получили постер. Мы получили новую одежду. Обсудить спортивную статистику действия. Изучить соперников действия. О, отлично. Как там у тебя всё? Слушай, смотрите, какой у нас теперь наряд. Мы теперь футболисты, я так понимаю. Ой, не хватает ему досуга. Не хватает вообще ему досуга. Нужно, чтобы он немножечко потанцевал, пока наша Асуна там воркует с ребёнком. Поворковала? Давай, ты ещё возьмёшь, полоскаешь и поговоришь немножко. Чтоб ты уделила внимание. А то тебе целый день не было возле нашей Греты, а то она проснулась, а тебя нету рядом. Давай, немножечко поиграйся с ней. И нужно будет лягушку положить одну нашему Юджину. И всё, теперь Юджин сможет тоже размножать лягух. Вот. Всё, отлично. Теперь можем продать. Хорошо. Достигнут третий уровень навыки воспитания. Это хорошо. Это очень хорошо, потому что тем временем, пока наша Грета вырастет, она у нас уже будет прокачанная такая мамаша. И будет хорошо всё, короче, у нас. Ты чё, баба? Я тебя не звал. Иди отсюда, пожалуйста. Господи, как же эти вампиры достали. Вот ей богу. Серьёзно. Бакстер, ты чё? Она радуется, что Бакстер лает на дверь? Давайте поговорим. Я не знал, что собаки как-то реагируют на дверь. Это классно. Погладим ещё и обнимем нашу собаку. Нужно будет поставить свечи на торт. Так, поставить на место. Упаковать наш пакет. Вот, свечи на торт. И пока что у нас Юджин тут танцует под лёгкую музычку. Немножечко отдыхает. Ну, ему надо отдохнуть, потому что он себя чувствует не очень-то хорошо после рабочих дней. Как там у нас садом? Садом у нас всё прекрасно, всё хорошо. Я думаю, что потом ещё что? Пособираем что-нибудь? Ну, я вот сейчас, наверное, отмечу с ним день рождения. Немножко покушаем тортика. И потом, наверное, пойдём поспособствуем росту нашей растения, чтобы они у нас были уже хорошего качества. Вот. Любовь, любовь. Лав, лав, лав. Потанцевал? Как там у него? Ну, почти досуг поднялся. Конечно, хочется чего-то ещё. Ну, ладно, давайте возьмём задуть свечи. Вот, загадать желание. Отлично. Всё, давай, иди загадывай желание. А Асуна будет праздновать. Празднуем! Давай. Ну, какой торт? Какой торт? Празднуем. Потом тарелки уберёшь. Так. Загадал желание? Ооо, посмотрите, какая красивая картиночка. Хочу сделать фото. Всё. Он сейчас будет задувать свечи. Всё. Не задул свечи. Во второй попытке. Давай. Задул. Молодец. Всё. Юджин взрослеет. Взрослая жизнь. Вас ждут осуществление меч. Планирование пенсии. Кризис среднего возраста. Отличное время для начала выполнять свои жизненные цели. Конечно. Мы уже выполняем. Всё. Юджин стал у нас взрослый. Взрослее и мудрее. Представляешь, стал старше. Это, конечно, плохо. Но всё-таки, всё-таки, давайте будем кушать тортик и будем общаться с нашей Асаной. Давайте похвалим её наряд. Всё-таки она красиво у нас выглядит. Также возьмём, пошлём ей воздушный поцелуй. И ещё можно корчить рожицу, не знаю. Пообщайтесь немножко. Ооо, романтика такая какая. Я хочу немножечко, немножечко сделать фотографий. Так они у нас тут сидят, кушают. Господи. Классное действие. И тут Бакстер. А где Бакстер? А, вот он он. Всё, идёт к нам. Ты чё так пропустил всё торжество? Бакстер, ты где там ходил? Что такое? Грета у нас уснула. Это хорошо. А, сон, сейчас у нас пойдёт... А, она взяла тарелки, да? Вау. А, не, не взяла тарелки с пола. Нужно будет убрать и помыть. Потом пойдёшь менять пелёнки будешь. Поменять пелёнки. Побаюкать и поварковать. А ты у нас доел там? Дайдай давай. И пойдёшь будешь способствовать росту нашей плоды. Ну, наше растение вообще. И посмотрим, как наш сад вообще продвигается. Какие там у него уже характеристики. Вроде у нас должно быть всё хорошо уже. Тем более мы уже столько много всего поспособствовали росту. Я думаю, что должно быть уже всё отлично. Радиостанцию, наверное, выключим. А то у нас сработает просто без толку. Какая шулька. У-у-у. Бакстер. Просто вот что у него за манера? Ладно, сходить там куда-нибудь на газон. Нет, нужно сходить именно вот сюда. Вот на наш дворик. Ну, как это сказать? Я забыл, как это называется. Вы у нас прошарены. Вы знаете, как это называется. Поэтому можете поправить меня в комментариях. Вот. Ну, то есть наш подъезд, скажем так, нашего дома. Не знаю. Не очень долго и усердно работает. И не зря качество растения. Яблоня повысилось. Это хорошо. Как там у нас с качеством? Это у нас отличное. Отличное. Прекрасное. Ну, такое на самом деле. Такое себе. Куст базилика. Куст базилика. Львиный зев. А это у нас что? Это у нас крещенное растение. Очень хорошее. Нужно, чтобы оно у нас было тоже отличное. Тогда мы сможем вообще питаю, продавать просто за бешеные деньги. Мы берем тортик, наверное, уберем в холодильник. Это можно убрать вот сюда в мусорник. И давайте. Давайте мы возьмем и сделаем вуху с нашей асаной. Все-таки сегодня такое торжество. Такое событие. Нужно немножечко им поиграть. Немножечко поиграть в кровати. Я думаю, что они будут не против. Потому что все-таки то роды, то ребенок. Кто, вот эти всякие проблемы. Нужно немножечко расслабиться. Нужно немножечко прийти в форму. Поэтому пусть они пойдут и займутся тем самым. Прям тем самым действием. Господи, давай быстрее уже отсюда. Давай. Юджин, тебя ждет. Все. Все. Все, погнали. О-о-о. Все. Пошло, пошло, пошло. Пошло то самое действие. Ну, я думаю, закончим на этом моменте эту нашу прекрасную серию. Думаю, она вам была интересна. Если так, то ставь палец вверх. Подписывайся на мой канал. И также ставь группу ВКонтакте. А всем огромное спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока. Еще увидимся.